Ага, а ты что? Тебе надо будет подставлять. Это пособие. Молимся. Давай. Потом под дежурку мою поешь. Так. Ты сидела вместе со всеми и не успела. То как оставить чашку ей? В обед ничего не давать. Проверь на чашку. Боже, милостью, будь негрешная. Садамый Господи, помилуй меня. Бесчеставец грешил Господи. Прости меня грешного, помилуй. Милостивый Господи, спасибо, мил раб своих, милующих, питающих нас, подающих нам милостями, заповедующих нам молиться о них, вопиющих Тебе, страдающих, болящих, скорбящих, дот, сирот, нищих, болящих Сергея парализованного, Анастасию, Анастасия. И нас помилуй, милости Твоей ради. Хвала Тебе, Боже, за все в овете веков. Аминь. Я вам уроки преподаю. Чашку от нее оттуда. Она тут же опять передвинула, она по-другому не научится. Я не просто знаю как, а знаю как научить. Самым быстрым методом. Чашку на край ставить. Вот эту вот чашку ты не успеваешь. Почему? Она повела, а ты нет. Все повели, а ты нет. Почему? А то хоть сколько сидишь. Ждать нигде это. Ни в армии, ни в монастыряне, в тюрьме. Нигде это внешне тебя сидели, все смотрели, как ты губами шремлить лень. Ты должна первой выйти. Да, это неправильно, когда быстро. По-другому нельзя. В разведку, когда готовят, они поели, как будто только ударят. Все бегом должны бежать. Бегом. Из них готовят людей, перед которыми все склонится. А здесь не так. Дальше я рассказывал сегодня вам. Мать, конечно, матери, кто больше понравился. Та, которая сготовит, которая убрала. Этих она не возьмет, по вниманию даже. Никого нету. Но он говорит, мама, я вижу, тебе Вера понравилась. Да, сынок? Я на нее никогда не смотрел, деда. Но написание так хорошо Вера сдает. Так, сынок, тебе с этим жить. У тебя дети такие будут, она научит. Ты будто одеты. Ты за нее будешь радоваться. Я тебе уже теперь могу сказать. Ты сам, сынок, выбирай. И не я выбираю. Чтоб потом не сказал, житья не будет. Но, как правило, сынок, человека видно с первой минуты. Как он себя ведет? Он смотрел, сам встал, приглядывался и правда видит. У них занятия хуже были. Он узнал, какие отметки были. У Верочки самые лучшие отметки были. Почти все пятерки. А почему же она не в университете? А дома очень много нужды. Она говорит, маленьких поднимай, я со мной поступлю и закончу. Вот у нее цель, она вся цельная фигура. Ну и дальше, дальше такие же дети будут. После того, как человек покаялся, обратился к Богу, на первом месте стоит вопрос женитьбы. Вы не выйдете замуж. Самое главное. От этого зависит, какие друзья будут. Зависит даже то, где ты будешь в вечности. Со Христом или в аду. У меня брат, он работал, верующий брат, Андрей Федотович Долгов. Он на авиационном заводе работал. И вот к нему подходит один товарищ и говорит, сейчас пришли, говорят, моя Лариса опять, говорят, там, на дискотеке и прочее. Я убью ее все-таки. Он говорит, да Ларису, я видел, видно она у тебя? Ну да. Видно. Я не рад, что она такая видная. Она дома не сидит нисколько. А ребенок, да нет, два аборта уже сделала. Два аборта сделала. Ты живешь с ней. Она убийца у тебя. Ну вот, мы поглядли друг другу. А теперь, а теперь ничего не может сделать. А где ты ее нашел там на дискотеке? Ну еще, Толик, я нашел там. Дядя Андрей, а у вас, где вот сейчас скажу. Сегодня, 19 августа, преображение. Ваша Аня звать? Да, Аня, вот видишь. А где она где? В церкви. А где познакомились? Я из армии пришел, сразу в храм. И в храме дежурь поет она, она ниже его ростом такая, такая, ну, невзрачная. Она хорошая, но в глаза не бросается. Есть такой человек, девушка, которая пеляет, вот тогда их хвостом уже идут. От нее запах особый идет. Так что же, я там... Ты веришь на армии на сто процентов? Она сейчас там и обо мне молится, и все. И так Господь обоих и прибрал. Вот как будет. Вы никуда от этого не денетесь. Вот так кто-то за ухо будет чесать, я вижу вам. Повезут, видите, быхами тут. Вот, вон, ноги торчат, погрузили. Значит, не стали разделывать. А может быть, чтобы взяли. Ну ладно. Здесь ощущим, что здесь. Она не сильно сходишь, она говорит, а не ее. Она хорошая, она старшая сестра в церкви. И вот теперь, если ты желаешь жизнь свою устроить, то вам такую. Вот такую выбирай верующую, о которой я рассказываю. Ты понял? Сейчас выходим. Не минуту отдыха. Сразу за работу приступаю. Вы должны вот этот участок, если вы не пропахать, убрать из корня. Работа ваша не просто брак, она была вредная. Сейчас труднее вытаскивать. Просто порубили, как попало. И ты рубил, а ничего не думал. Корень-то остался. Да рубят наполовину. А там камень, они по камню тяпками, они ничего не понимают совершенно. Вот такие работники, они везде есть. Вот такие. Как попало. И называется это халатное отношение. Есть уголовная статья, если из-за халатности твоей погиб кто-то. А такое бывает. Вот машина выехала, видишь, вот идет. Это не Адреева. Дал руку Адрееву. То есть все делается по согласию, по благословению. Уже к чашке не возвращаешься. Кусочек надкусан. А ты дашь, ребята, я обед. Кроме этого ничего больше нет. Ну ничего не трогаем. Третий не выпила. Это все. Тут по-другому не будет. Так, мы уходим. А вы на молитве всегда вот так держите. Ноги вот так, боишься упасть. Гцар. Я знаю причину, почему так люди держат ноги и прочее. То, с чем легко стоять. А он как на корабле, он качается все время. Морские пехотинцы у них вот, стойка какая. Вот солдаты на суше вот так. И у нас в уставе написано, пятки вместе. Вот у него есть качество одно начальствующее. Он прямо бросается первым, начинает работать. Не знаю, я тут же научился. Я вот куда иду, а ребятишек несколько, я всегда его выбираю. Я не хвалю тебя, просто говорю. По хвалам глаза, как куку из змеи. Ну, какие выражения. Так, мы уходим. Так, лопаты им дай. Ту лопату с красной я забрал. Я начинаю там работать. Рукомишки надеть. И начинаем работать. Две лопаты. Так, ты из какого-то угла с того начинаешь. Я подготовлю полметра. Полностью приготовлю для того, чтобы камушки отбрасывать. Дай каждому и мне баночки для червей. На работу пойдем, они там будут жить. А потом где-то в виде маленько смачить земли, они там будут жить долго. Уходим.